МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассаламу алейкум. Я вас приветствую. Как ваши дела? Как нам добрались? Как настроение? Все хорошо. Все нормально. Мирза, хотел бы узнать, почему вы выбрали тайский бокс и как вы вообще познакомились с этим видом спорта? Тайский бокс? Вообще-то я в 92-м году приехал из Тарумовского района и записался на секцию бокса. Классический английский бокс. Занимался 5 лет у Аркалаева Мигдар Гаджевича. Потом по телевизору я увидел ролик кикбокс. Это в 90-е годы начало. И мне как-то этот спорт понравился. Я посмотрел, жесткий такой и красивый вид спорта. А попал я туда, Зайналбек, помимо того, что он мой тренер, это моей матери двоюродный брат. Зайналбек Абдуллович, это заслуженный тренер России по тайскому боксу и кикбоксингу. Да, да, да. И вот он тренировал, и мама мне говорит, вот так, говорит, мой брат Зайналбек, он кикбокс тренирует, если хочет туда запишу я тебя. И я пришел со своим родным старшим братом в секцию тайского бокса, в Зайналбеку. И пришел, и я не говорю, что я вот так не Арханум сын. И он не узнал меня. И говорит, у меня места нет записаться. Вас записать не могу, я места нет. И я говорю, вот так, тетя Арханум сын, говорит, а что, говорит, молчишь, переодевайся. И вот так переоделся, и, как сегодня помню, как будто это было вчера, я записался, оставил бокс и перешел на тайский бокс, Зайналбеку. И вот так, с 94-х, 3-х, 5-х годов, если память мне не подводит, по-моему, в 95-м, 6-м году я уже начал заниматься тайским боксом. И до 2006 года был действующим спортсменом. Вы удачно выступали в этом виде спорта. Да, да. Что вам именно из тайского бокса понравилось? Удары коленями, локтями или же из классического бокса комбинации из рук? Меня очень тяжело было вначале, когда я с бокса перешел на тайский бокс. Отбивали ноги мне, лоу-кики били, ноги опухали. Тяжело было. Ну, перешел как-то, как говорят, бокс – это отец всех видов спорта, а мать – это легкая атлетика. И бегать любил я, и боксировал, и перешел. И вот так откорректировали меня, мне это легко удалось. Но в моем сердце как-то этот спорт остался, так как, честно говоря, он очень жесткий. Он очень жесткий, да. Я многое наблюдал. Да, он очень жесткий вид спорта. Но у меня вообще вот жесткие виды спорта, я думаю, они дагестанцам, кавказцам, они по душе. Мы живем в тяжелых условиях, в высокогорье, кто на берегу моря, им приходится часто доказывать свою правоту силой. Не, ну, уже прошли те времена, когда силы и правоту доказывают. Я думаю, уже мы в светском обществе живем давно. Можем договориться, да? Да. А сейчас Мирза Гаджи, вы уже непрофессиональный атлет. И вот когда вы слышите, что мальчишки, ребята, спортсмены из вашего клуба «Скорпион» побеждают, да, на рингах, на различных турнирах, что вы ощущаете, вы довольны тем, что вы тоже внесли вклад именно в этот вид спорта? Не, конечно. Для дагестанского молодежи вы всегда были примером, многие до сих пор смотрят ваши поединки, когда вы боксировали и в Таиланде, и в Москве на Кубке Золотого Барса. Честно говоря, я какую-то эйфорию всегда чувствую, и всегда приятно, когда ты слышишь, что спортклуб «Скорпион» представляет. А география этого клуба, она намного, очень обширная. Он по всей России, я могу сказать, есть, потому что… Есть филиалы в Краснодаре и в Москве. Есть филиалы в Краснодаре, в Москве. И сейчас недавно, с прошлого года, со мной приезжал как раз вот кто тренировался, Иман Али, с Буйнаска парень, он начал тренировать в уренгой. И вот за год, за два буквально хорошие результаты показывают. И география этого спортклуба, она очень обширная. Мне очень приятно бывает, я с семьей, с друзьями смотрю, И мне звонят, говорят, вот ваш «Скорпион», ты его не знаешь. Я говорю, сейчас мне уже 40 лет, я говорю, это действующий спортсмен. А тренировал, узнаю, у кого тренируется, все. Конечно, на душе бывает очень приятно. Мирза, к слову, о победах. Дагестанская сборная завоевала львиную долю наград на чемпионате СКФО. 30 медалей, если я не ошибаюсь, в Сочи проходил данный чемпионат. Как вы обчислите за молодыми ребятами? Владеете информацией, наблюдаете? Или же у вас больше сейчас повседневной работы, что вы не можете наблюдать за любительским тайским боксом? Честно говоря, за тайским боксом я буду наблюдать, пока я жив, здоров. И не только наблюдать. Я, мои друзья, кто сейчас тренирует, мы всегда болеем. Я знаю, что не все, кто пришел в секцию тайского бокса, они не каждый в состоянии оплатить себе дорогу. Или же оставить все свои дела семейные, что-то, и поехать на соревнования. И поэтому мы всячески способствуем, помогаем этим людям, от которых потом будет зависеть судьба этого вида спорта. Каждый, я думаю, человек, который, будь он боксером, тайским боксером, или же кикбоксером, если он какую-то влепту вносит в спорт, это не обязательно финансово его поддерживать. Присутствием, теплым, добрым словом. И, честно говоря, этот результат меня очень сильно обрадовал. Ну, данный на сегодняшний день тайский бокс вообще в республике Дагестан в фазе роста находится. Потому что поменялись спортсмены, прошлое поколение ушло. Новые подрастающие мальчишки, новые чемпионы, они подрастают, набираются опытом. И одно время не было так особо медали, если я не ошибаюсь. Но потом снова Дагестан начал лидировать и соревноваться с Кемерово, с этим регионом, который постоянно наступает нам на пятки, то и мы им. Да, Кемеровская школа одна из сильных, можно сказать. Кемерово, Сочи и Махачкала. Но Ростов тоже сейчас подтянулся. Там тоже Шихшабек тренирует, занял Бековрат. Но там больше акцент в профессиональном виде спорта. Проф в тайский бокс. Но то, что касается результата, этот результат был ожидаем. Потому что одну пляду спортсменов выпустил. Потом его ученики начали тренировать. К ним же проходят совсем зеленые 12-летние мальчишки. Их, чтобы довести... Пока время нужно подготовить. Да, вот прошло 8-10 лет. И я думаю, мы еще увидим их. А также в городе Сбербаши тоже проходил чемпионат СКФО, только уже по кикбоксингу. Там выступали ребята из нашей школы, из школы Скорпиона. Ученик заслуженного тренера России, вашего друга Анварбека Миржанова, Гаджи Мурат, его сын, и удачно выступил, победил на этом СКФО и отобрался на чемпионат России. Как вы вообще следите за выступлением этого мальчика? И вообще кикбоксинга он тоже наблюдает? Или же только за тайским боксом следите? Потому что кикбоксинг тоже как бы, да? Ударный из спорта. Нет, почему? Я выступал и по кикбоксу, масса спорта международного класса, и по кикбоксу, и заслужил масса спорта по тайскому боксу. Там отличие всего лишь... Только локти, да? Локти, колени, клинч есть. А здесь клинч, элементы бокса, и фулл контакт, лоу-кики не бьют, а если раздел лоу-кик, то лоу-кик тоже есть. За Гаджи Муратчо на моих глазах вырос, хороший парень. Но ему немножко не повезло в том, что у него папа, он и мой отец, и тренер. Вы думаете, это плохо? Как понять? Если вот... Как вам сказать? Это не плохо. Это плохо с одной стороны, хорошо с другой стороны. Дело в том, что домой приходят, ты голос тренера не слышишь. А здесь твой папа и твой же тренер. И постоянно в этом режиме. И Анварбек, честно говоря, где на всех различных соревнованиях он выступал, и по тайскому боксу. Он много неудач тоже у этого парня было. Он все время ввязывался в какие-то неприятные ситуации, где-то такой парень. А сейчас, в данный момент, я, честно говоря, увидел его бои, он подтянулся. Уже зрелые результаты, зрелый бокс у него. Надеюсь, что на чемпионат России он выиграет и получит путевку на чемпионат мира и принесет медаль нашей стране. Хотелось бы узнать, Мирза, сейчас спортсмены сборной России за счет государственного бюджета выезжают на чемпионат Европы и мира. А вот в ваше время не было такого. Приходилось спортсмену добывать саму средства, деньги, чтобы поехать на крупный турнир. Кто ли вам помогал? Или же как вы вообще могли сделать так, чтобы поехать на чемпионат? Кроме победы, конечно, приходилось, наверное, и у родителей, у кого-то занимать или как? Честно говоря, мы друг другу всегда помогали. У нас такой тренер, он последний из кармана мог вытащить и сказать, езжай. И мы оправдывали это. А так, когда мы боксировали, выиграл чемпионат Дагестана. Ты уже отобрался на чемпионат России. И если ты чемпионом России стал, то тебе государство оплачивало. Уже ты в составе сборной России. Ты на межуарные соревнования выезжаешь, на Европу, на мир. Сейчас чуть ситуация другая. Ты выиграл чемпионат Республики. Ты должен подтвердить это, чемпионат СКФО тоже выиграть. Это уже тоже расходы. Расходы и расходы, да. А так спонсоры были, тренеры, друзья. Отец мне помогал. Родные и близкие помогали. И, честно говоря, небольшую подпитку мы получали с профессиональных, когда уже выиграли. Вот, например, в Арбате мы боксировали. И вот мы уже могли себе позволить. А так уже, когда... Ну, занял бег, ученики, мы как, в каждом весе, там, у нас человек 7-8 было, которые стабильно, мы давали результаты, чемпионы России становились уже в обоим, и нас... Отправляли на чемпионат. Да, Россия отправляла уже. Уважаемые зрители, мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а далее продолжим наше доброе общение с нашим дорогим гостем. Мы снова в эфире. У нас в гостях заслуженный мастер спорта по тайскому боксу Мирза Гаджи Магомедов. Мирза, вы сказали, что, будучи любителем, когда уже добились каких-то результатов, выступали по профессионалам, зарабатывали деньги. Бои на тотализаторе, Кубок Золотого Барса. Как удалось попасть именно на этот турнир? И кто вас пригласил туда? Ну, когда человек вообще в спорте, в любительстве, когда высот определенных достигает, помимо тренера, у него уже бывают и менеджеры. И вот так предлагали бои. И Зайнлбек говорил, нас уведомлял, ставил в курс, вот месяц осталось, вот тебе бой, вот такая-такая-то дата, и мы выезжали, боксировали. Честно говоря, сейчас, когда по истечении лет, уже годы прошли, это бои, извиняюсь за автологию, вот морду бить. По исламу мы мушульмане, это как-то неправильно. И сейчас это осознаешь, но я думаю, Всевышний Аллах Талах нас простит, мы от... От безысходности зарабатывали деньги, да, кулаками? Помимо того, что мы зарабатывали эти деньги, все первые номера, международники, заслуженные мастера спорта, мы за собой на эти деньги тащили молодых ребят. То есть молодежная сборная, юношеская сборная, мы помогали им. Видели, как нам помогал тренер. Приходили тренеры-друзья, всех оплачивали, помогали, кто как может, вот так друг друга, как круглая порука, один за всех, все за одного. И к этому так относишься, да, но с другой точки зрения, это было как-то необходимо нам, и мы получали очень колоссальный опыт боев. Тем более, не надо было выезжать далеко за границу, здесь, в Москве, буквально перелет, можно было отбоксировать. И еще самое интересное, проходили поединки по 5, по 12 раундов. Да, да. И как это было из любителей, которые дерется спортсмен 3 раунда, боксируют, точнее, они дерутся и выходят потом на 12-раундовый бой? Честно говоря, вот мое мнение, любительская база, она намного сложнее. Там другая психология, другой настрой. Ты приезжаешь драться по любителям, на Европу, на чемпионат мира, там каждый, например, 70, 75, 80, 60, 50 стран участников. И вот так ты каждым иностранцем боксируешь, и до финала 5 боев. 4 боя, 5 боев. Вот стабильно, 4 боя, 5 боев. Ты на каждый бой отдельно настраиваешься. И ты идешь туда, к финалу уже с травмами. Конечно, выходишь на ринг, это все забывается. Забывается. А в профи ты приехал, ты знаешь соперника уже заранее, за месяц, за два, изучаешь его. И знаешь, вот определенно, вот он, вот я. И дерешься. В профи легче. Мирза, вы выигрывали чемпионат мира по тайскому боксу, неоднократный чемпион Европы по тайскому боксу, а вот этот кубок короля, который вы смогли завоевать в любительской карьере, вы единственный в России, кто имеет этот титул. Кто вас пригласил на этот турнир? Как это все произошло? Потому что там были вообще другие спортсмены из России, или к вам пришло индивидуальное письмо от короля из Таиланда, или как вообще это происходило? Пожалуйста, можно узнать? Нет, от короля письма тоже не были у нас. Мы в составе сборной России отобрались туда. Там были в Сочи ребята, мы были дагестанцы. Это было в 2002 году. До меня еще в 2002 году я выиграл. А до меня в 1993 году Габиб Габибов, табасаранец парень, Дербента, по-моему, Зайнелбека, это первый ученик, Зайнелбека, который на кубке короля боксировал. По-моему, он серебряным призером стал. По профи у нас есть, и кубок принца выиграли, и кубок короля среди профессионалов выиграли. Но мне вот так фортуна улыбнулась. Я провел 4 боя, и в финале я боксировал с украинцем. Выиграл, и золотую медаль завоевал. Хороший турнир был. Вообще, Таиланд, это такая уникальная как-то своего рода страна. Кто там не был, он там не поймет. Кто не был, стоит поехать туда. Мы-то по спортивной линии ездили, но там вообще уникальная Азия, как бывает. Ты идешь по улице, видишь, там сидит человек, рискушает, здесь бойцовские петухи дерутся, там ринг на улице установлен, там дерутся люди, тут дерутся у них. Такая интересная атмосфера. Очень интересная, да. Но я знаю, что вы очень сильно любите Дагестан, и вам будет тяжело покидать родной край. Когда вы приехали в первый раз в Таиланд, как сильно тосковали по родине? Расскажите, пожалуйста. Наши земляки там, Джабар Аскеров, Магомед Магомедов-Пропеллер, Магомедов-Арслан, кстати, сейчас он в Австралии тренирует. Я-то приехал, прилетел, из команды улетел, и как-то один раз остался, месяц-два. Как вам сказать? Куда бы, где бы человек ни был, его все равно на родину тянет. Я не могу сравнить с республикой Дагестан, например, с городом Махачкору, ни один другой субъект, меня все равно домой тянет, здесь родные и близкие, говорят на родном языке, менталитет одинаковый, нравы, обычаи, культ, быть. Там другое совсем. А может быть, что-то вам понравилось в Таиландии, может теплый климат, может какие-нибудь живут крокодилы. Там идешь, и как у нас здесь, вот, например, в Дагестане же ты едешь, за город выехал, там ферму увидишь, тут что-то, пустырь какой-то, там что-то. А там ты едешь, сплошь и рядом, эти крокодиловые фермы, слоны, как в зоопарке, везде цитрусы растут. Уникальное место, уникальная страна. Мирза, хотелось бы еще узнать, сейчас спортсмены, уделяют мало внимания образованию. Зная вас, у вас, если я не ошибаюсь, два диплома, вы и ветеринар, и юрист по образованию. Насколько важно быть сегодня образованным спортсменом, потому что спорт может закончиться, а дальше уже надо зарабатывать на жизнь и заниматься чем-либо. Вот, что вы можете сказать спортсменам, которые, например, немного халатно относятся к получению знаний? Честно говоря, знание, знание это сила. Через спорт, человек, который, например, который ему в школе, учеба легко, и в вузе, если дается, такие, вот, мое мнение, я так наблюдал, им спорт тоже легко дается. Я думаю, это необходимо человеку, потому что спортивная жизнь, она недолгая. Буквально максимум 10 лет, если без травм. 10-15 лет это максимум. Большой спорт, он очень травматичный, какой бы он ни был. Человек должен быть образованным, человек должен быть интеллектуально развит. Это образование и спорт, они две незаметные вещи, они взаимно дополняют друг друга. И человек, вот, например, приятно бывает, на Хабиба Нурмагомедова смотришь, он как на русском говорит, на английском. Приятно же? Очень, да. Очень приятно. Вот, например, Аслан Магомедов поехал в Таиланде, с ним говоришь, он говорит на азиатском сленде, его даже другой англичанин не поймет, там в Азии, в Таиланде, они, англичане их не понимали. Сленд другой, азиатский. Вот он так говорит на нем, и на азиатском, и на американском сленде, и на английском, это очень приятно. А без интеллекта, если, Тренировался, например, Гайдарбеков Шамиль. Отлично в школе учился. У него такой красивый почерк был. А если не понимать, Гайдарбеков Шамиль выступал на турнирах К1 в Японии, боксировал. Да, Гусниев Абдуллах, тот же Магомед Аслан. Я так, они все, я не могу не сказать, что они ни один в школе не учились. Хорошие спортсмены, они в школах обязательно, я сам окончил Тарумовскую, русскую, там все преподаватели, педагоги, все были русские у нас. И я хочу заметить, до сих пор у меня грамматика, все, человек, это вот школьную базу, если возьмет, дальше ему вузы легко учиться. Но, например, Зайналбек тоже нас, когда мы, например, достигали высот спорта, с университетов приходили деканы, он говорит, выйди отсюда. И он нас выгонял, иди, вот здесь ты спортсмен, это тебя не освобождает от ответственности, чтобы ты там двойки получал. Нет, иди учись, не прогуливай, ходи на занятия, а там будет что будет, там двойку ты получил или пятерку, ты просто присутствуй. И вот он нас не оставил, он говорит, не делайте так, чтобы ко мне педагоги ваши приходили. За ваше поведение, за ваше образование вы должны там играть. Вот как я спрашиваю здесь. Так и в спорте должны быть первые, так и в учебе должны быть первые. Конечно, конечно, обязательно. Самый главный дух или как не проиграть в ринге, это фраза вашего тренинга Заналбека Абдулаевича. Эта фраза вам когда-либо помогала в бою, когда, например, поединок шел не так, как хотелось, или вы уже могли проиграть. И мотивировала ли вас эта фраза, самый главный дух, или же нет? Расскажите вообще, почему именно эта фраза пришла на уста Заналбеку? Вы знаете, если у человека нет духа, ему не надо в спорт приходить, там ему делать нечего. Да, будет он от Бога крупный, физически крепкий, все. Без духа как бороться, как драться, как выступать на соревнованиях? Дух, как Заналбеку, он вода камень точит. Дух, он такая, если у человека духа нет, он на этой сложности спорт же не однодневный. Например, я занимался 17-15 лет, и мне все то, что я 17 лет делал, в один день пришло на мою грудь вот эти медали, все. Получается, вы очень долго шли к своей цели? Да, конечно. Без духа там делать нечего. Дух, это стережь всего. Получается, эта фраза стала и визитной карточкой каждого спортсмена, каждого дагестанского тайбоксера, кто вышел из клуба Скорпион. Совершенно верно, но дух вообще, ну дух, давай его назовем, мужество. Мужество – это черта характера, который в себя объединяет доброту, отзывчивость, справедливость. Если человек немужественный, то в нем этого нету. Только в мужественном человеке есть вот эти добропорядочность, отзывчивость, доброта, не обидеть слабого. Поэтому, я думаю, вот это вот слово мужественный человек, оно объединяет все, вот единое целое, все эти черты характера человека. А было ли у вас такое, что вы видели, когда человека притесняют, например, на улице, в каком-либо заведении, и вы заступали за этого человека? Вот мне 40 лет сейчас, половина из этой жизни, у меня есть друзья, и на гитарах играют, и сосед там, он ботаником стал, или где-то стал. Какой друг есть, такой я его воспринимаю. Его, Всевышний Аллах Талат тебе дает друзей. Вот как он есть, я всю жизнь свою ходил за справедливость, ходил за друзей, за достойного друга. Я и сейчас пойду, и пойду до конца тоже. Друг для меня свято. По поводу дружбы, клуб Скорпион, они все были как один кулак, как все братья. И сейчас кто-то живет в Москве, кто-то живет в Европе, кто-то переехал в Таиланд, в Австралию живет. Получается ли вам видеться с вашими друзьями, одноклубниками, или поддерживать какую-то связь с ними? Раньше, когда мы тренировались, этих сотовых телефонов не было, и мы все друг друга видели. Сейчас социальные сети есть. Я всех вижу там, салам, друг другу. И кто приезжает здесь, как бывает, кого приезжает. Вот, например, Магомед Магомедова в прошлом году летом увидел я пропеллера. Гайдарбекова давно не видел. Я общаюсь с Гуснеевым в соцсетях. Камилова Магомеда. Камилова Магомед со мной тренировался, кстати, очень большую лепту выносит в тайский бокс. Он тренирует в Москве. Аслан в Австралии. География большая, довольно-таки. Они всех разбросала судьба, кого куда. Очень приятно бывает их всех увидеть, кого воочию, кого так. Приятно бывает. Друзья это... Друзья это святое. Святое, да. Уважаемые телезрители, мы превремемся на небольшую рекламную паузу, а далее продолжим наше общение с нашим гостем. Оставайтесь с нами. Программа «Спорт тайм» у нас в гостях Мирза Гаджи Магомедов, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу. Мирза, мы остановились на дружбе. Вы сказали, что дружба это одна из основных частей жизни, как и спортсмена, так и любого человека, что надо поддерживать дружеские связи. А вот каково терять друзей? Я знаю, что он был такой тайский боксер, чемпион Европы и мира, Муслим Абдулаев. Когда вы узнали, что этого спортсмена, вашего друга, убили, что вы ощутили? Какие эмоции были у вас? Честно говоря, очень благородный был парень. В ненужное время, в ненужном месте оказался он. Такова судьба. Но очень хороший парень был. Это весь, честно говоря, у нас у всех его одноклубников. Глаза слезами наливались. И довольно-таки это происходило очень часто. И до сих пор вспоминаю я хорошим, добрым словом. Очень благородный парень был. Я последнее соревнование, 2005 или 2006 год, не помню, полетел с ним в чемпионат Европы. Это последняя моя Европа была. И вообще последнее мое соревнование в Праге. И вот он там, 86 килограмм, я 91 килограмм. Мы стали оба чемпионами Европы. Я знаю его семью, родителей. Мы были у них дома. Честно его проводили турниры. И, иншалам, у нас есть намерение сейчас, вот теперь будет ближе к лету, как-то собраться все вместе. И таких друзей, таких людей, как Муслим, для меня он всегда живой. И он у нас всегда в сердце. Мы о нем не забываем. Мирза, хотел также узнать, часто дагестанские спортсмены попадают в не очень хорошие ситуации, там где-то подрались, что-либо сделали. Как нужно этого всего избежать, чтобы наша республика не теряла спортсменов, не теряла хороших людей, ни парни не попадали в неприятные ситуации, которые заставляют их родителей плакать? Что нужно делать молодым людям, чтобы от этого всего отойти и не приближаться к этому? Вы знаете, восточные единоборства все, я не буду сейчас отгораживать карате, тейквондо, муай-тай, кикбокс, вообще все ударные виды спорта. Вот пришел к Зайналбеку или к любому другому тренеру, такой хлюпик, в детстве такой, на него смотришь тихоня. И вот когда он начинает тренироваться, заниматься, у него появляется и сила, и дух, соответственно, разум у нас у всех, мы разумные, у всех есть. И избегать этих ситуаций, я и сам в этой ситуации, как говорится, человек не ищет конфликтов. Но вот это то, что ты этим видом спорта занимался, единоборствами, привыкаешь на ринге решить вопрос кулаком. Вышел на ринг, там нет ни политики, ничего, ударил, как Зайналбек говорит, ударил, упал, все, судьи там, чтобы они не нарисовали там. Ты же человека не поднимешь, все, ты выиграл бой. Но этим всем надо обладать, и обладая уже своим телом, есть у тебя дух, есть тело, и вот это еще разум сюда добавить, надо избегать этих ситуаций. Мне сейчас 40 лет, но будучи мальчишкой 18-20 лет, об этом не думаешь. Об этом думаешь за друга, я сейчас ударил, я это, но она может обернуться очень плачевно. Потому что в советское время люди в подвалах карате занимались. Вот, например, я помню, недоступно было, и так вот, на Котрово был карате, секция карате, и до сих пор она там в подвале есть. Гусниев Абдул оттуда с карате к нам пришел, братья Хачилаевы там тренировали, Адам. Не было, не давали заниматься единоборствами, это как-то наказуемо, уголовно наказуемо было. Как говорится, пуля дура, кулак молодец. Можно ударить так человека, что есть же случаи. Ну, мало не покажется, да. Да, есть же, и вот, ну не было там, например, причинной связи нету, человек, ну, ударил неосознанно, он не хотел его убивать, допустим. Он ударил, он упал, есть же столько таких казусов. И вот на этот вопрос такой ответ, вот, этого Хабиба отец и тренер Нурмагомедова Абдулманаб ответил, что, говорит, Мирзаев Расул, говорит, делает в этих клубах, готовится спортсмен. Вот ты идешь спортивный, готовый, у тебя на носу там какие-то соревнования, да, ты в себе уверен, все, и какой-то хлюпик, что-то происходит, он там выпивший будет или что-то, и ты взял его ударил, он умирает. Ну, ты же не хотел его убить, но это общество, ты уже не объяснишь, ты уже в их глазах убийца. Поэтому избегать надо этих казусов, всяких ситуаций, чтобы эти казусы не возникали. Есть места, ну, не посещай ты их, не ходи. Да, не надо ходить в злачные места. Кушать хочешь, иди домой покушай. Разлечься хочешь, иди на природу, да, где-нибудь выйди в сад, послушай, да, музыку. Но ни в коем случае, ни в какие-то комплексы, да. Спортсменам это не нужно. Мирза, вы вообще довольны своим результатом в спорте? Чего вы добились? Вы удовлетворились достигнутым результатом, или же вам чего-то было недостаточно? Честно говоря, добился. Вот сейчас у нас только завершились Олимпийские игры. Вот я очень сильный, большой любитель хоккея. И вот там хоккей с 92-го года мы Олимпиаду не выигрывали в сборной России. И вы представляете, мы сейчас так выиграли. И такой нонсенс сборная Германии, для меня вообще это хорошая команда, честно говоря. Молодцы. Добились финала, они выиграли Канадцев. И вот там, в финальном матче, по-моему, когда мы играли с немцами, там шайбу забил победную 20-летний Капризов. Представляете, человек первый раз попал на Олимпиаду в 20 лет, он Олимпийским чемпионом стал. Если я не ошибаюсь, у Ковальчука это пятая Олимпиада. Датсу Ковальчук. И сейчас они выиграли. Кому-то дано оно сразу. Все и сразу. Ну, все и сразу не бывает. Конечно, доволен. Я как могу быть недоволен? Доволен, что заслуженный масса спорта я. Выиграл 4 Европы, выиграл соревнования. Был в обоиме 10 лет, 12 лет. Доволен. О прошлом думать, даже если недоволен был бы, вообще спорт, если ты даже не достиг больших результатов, он тебе человеком сделает. Как Антон Павлович Чехов сказал, сохранить в себе человека. Если мы все сохраним, все будет. Не обязательно, чтобы он большим великим спортсменом стал Олимпийским чемпионом. Кому-то оно... Достаточно хорошим, правильным человеком, от которого есть польза обществу. Да. Мирза, еще хотелось напоследок узнать, самый тяжелый бой в вашей жизни. Какой-то ли бой из спортсменов, может быть, вам доставлял неудобства. Или же вы с кем-то встречались по несколько раз в ринге. А, вот это, я вам сейчас скажу, у меня соперник был Арбат, я с ним ничью, у меня ничья была. Потом, вот, на кубке, на чемпионате мира по кикбоксу, в финале, я выиграл бой, но отдали белорусу. Я бы, если бы этот бой выиграл, я бы тоже заслуженный масса спорта был. Вот Магомед Магомедов, пропеллер, он заслуженный масса спорта и по тайскому боксу, и по кикбоксу. Исмаилов Магомед Искандерович, он заслуженный масса спорта по кикбоксу и международник по тайскому боксу. У меня заслуженный по тайу и международник по кикбоксу. И вот одним и тем же соперником, Молчановым Андреем, сейчас в соцсетях там общаюсь, дружим мы с ним вместе, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу. У меня один раз нечастный, один раз проиграл, и выиграл я у него. Мирза, я задам вам последний вопрос. Кто из представителей спорта вам более нравился, с кого брали пример, что это был за спортсмен? Без разницы, будь то бокс, тайский бокс, или там, я не знаю, водное поло даже. Честно говоря, когда я еще в детском возрасте пришел в спорт, я вот любил хоккей, я смотрел на эту тройку Макаров, Фетисов, Крутов. И вот у Крутова такое лицо было, в шрамах, без зуба. Мужской вид спорта это хоккей, мне это нравилось. И еще, покойный Бунахардуц Шамиль Магомедов был, выходец из Умадинского района. Он, кстати, по-моему, ему было в Киеве в 95-м году, он стал чемпионом мира по кикбоксу. Вообще на северном Кавказе, первый чемпион мира по кикбоксу, я на него равнялся. Этот человек круглые сутки мог тренироваться. Это был очень благородный парень, даял здоровье всем его близким, родным. Он у нас тоже в сердце, мы о нем никогда не забываем. Вот я с него пример брал. А когда пришел на тайский бокс, там были Атай Джамбулатов, Кобра Мага Искандерович Магомед, он был постарше нас. Мы пришли, год-два даже разница будет, мы все равно на них равнялись. А так, большие спортсмены, это Майк Тайсон, Мухаммед Али, такие личности на них. Эти спортсмены, они не умрут никогда. Мирза, вам большое спасибо, что вы посетили нашу программу, откидывались к нам, пришли в гости, и я вам очень благодарен. Надеюсь, что мы с вами будем чаще видеться, вы будете посещать различные турниры, мы тоже будем их освещать по тайскому боксу, по кикбоксингу. Вам еще раз большое спасибо. Уважаемые телезрители, подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме, заходите на нашу страницу на Ютубе, смотрите наши передачи, болейте за наших спортсменов, оставайтесь с нами, всего вам самого наилучшего. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин